Всем оригинальное приветствие, бро! Это Оптимистер, и как вы уже заметили, я все чаще стал делать ролики на диснеевскую тематику. Впереди еще множество фанатских безумных теорий и прочих интересных фактов. Ну а сегодня на повестке дня у нас шоу «Отсылочки». И сегодняшний, 10-й юбилейный выпуск «Отсылочек» я решил сделать несколько особенным. Я долго думал, что сделать в 10-м выпуске такого, чего еще никогда не делал. И в общем-то, ответ пришел как раз в тот момент, когда я делал очередной ролик о злом Аладдине или там дьявольском Стичер. Я уже сейчас не помню. Дело в том, что диснеевские авторы, большущие молодцы, конечно, и наглые хитрецы. Они давно завели моду оставлять в новых мультфильмах Диснея отсылочки к диснеевской классике. Но не только классике. Примеров масса. О них я сегодня и хотел поговорить. Итак, перед вами не 10, а целых 20 диснеевских отсылочек к диснеевским же мультфильмам. Кстати, бро, обратите внимание на эту клевую, замечательную и концентричную мою футболочку. Знаете, где я ее заказал? Разумеется, на сайте всемайки.ру. Всемайки.ру – это огромный выбор одежды и аксессуаров с оригинальным дизайном. Футболки 3D, толстовки, чехлы и многое другое. Более 600 тысяч лучших принтов и возможность создать свой уникальный дизайн всего лишь за 2 минуты. Ну и приятная новость для моих подписчиков. По промокоду OPTI10 вы получите скидку 10%. Ссылка на сайт и приложение в описании. Ну а начну я с отсылки к настоящей классике. Одному из первых мультфильмов Диснея под названием Бэмби. Где этот олененок Бэмби и его мама только не появлялись. Например, в мультфильме «Спасатели» в какой-то момент мелькают два звериных силуэта, которые сильно напоминают именно Бэмби. Ну и его ближайшую родственницу. Кстати, в мультфильме «Книга джунглей» некая олениха мелькала тоже. Вот же, смотрите, очень похоже на маму Бэмби. Бросала же эту, эх, актрису в свое время из страны в сторону. Другой классический персонаж слоненок Дамбо появлялся в мультфильме Лила и Стич в качестве одной из игрушек Лила. Ну а сам Стич, в свою очередь, появлялся в качестве игрушки мальчика Джимми из фильма «Планета сокровищ». И что интересно, «Планета сокровищ» вышла немного раньше Лилы и Стича. То есть отсылки уместны даже в таком порядке. А вот вам еще одна забавная отсылка. Волшебный ковер из «Аладдина» мелькал в мультфильмах «Принцесса и лягушка», где он висел на одном из случайных балконов. Ну и в «Горубне» из Нотр-Дама этот коврик тоже мимо пробегал. Ну, точнее, как пробегал? Проносили. Кстати, в этой же сцене пробегала Белль из мультфильма «Красавица и чудовище». И пока Белль блуждала по Нотр-Даму, чудовище успел почувствовать себя, опять же, игрушкой, только в руках у султана из «Агробы». Все из того же мультфильма про Аладдина. Кстати, в том же самом «Аладдине» мелькала на секундочку отсылка к Пиноккио, когда Джинни превращался во все подряд. Плюс Краб Себастин из «Русалочки» каким-то образом угодил в этот сюжет. И его камео было даже, на самом деле, очень забавным. Если говорить об отсылках к Аладдину, то лампа, похожая на ту, в которой жил Джинни, появлялась в мультфильме «Принцесса и лягушка». Вот в этой сцене со змеей, смотрите. А вот еще кое-какие знакомые предметы, полезные в быту, которые также являются отсылками. В мультфильме «Тарзан» появляется сервиз, похожий на тех самых оживших персонажей из мульта «Красавица и чудовище». Была в мульте про Тарзана еще одна отсылочка. Например, вот в этой сцене, когда профессор Партер оказывается в положении головой вниз. И из него, и из его кармана, очевидно, выпадает маленькая фигурка. Не узнаете это? Это же пес девушки по имени Мулан из одноименного мульта. Узнали? Я вот еле заметил на самом деле. А вот и еще одна отсылочка к мультфильму «Мулан», но только в мультфильме про Лила и Стича. Смотрите, в комнате у Нани висит постер этого проекта. Ну то есть Мулан, да? А еще где-то здесь есть, кстати, заведение под названием «Мулан Вог». Тоже можно считать отсылкой, хоть и с натяжкой. А вот и силуэты собак по кличкам «Леди Бродяга» появляются в другом диснеевском собачьем мультфильме «101 Толматинец». А вот и шкурли Васкара мелькает в одной из сцен мультфильма «Геркулес». Ну то есть, вы только представьте, как давно могли происходить события этого самого нашего любимого с детства мульта. Впрочем, не важно. Ну и напоследок пройдемся по гостевым персонажам. Например, в «Русалочке», сцене, где морской владыка проезжает по своим владениям, среди подводного народа можно заметить Гуфи и Дональда Дака. И интересно, каково им дышалось на такой глубине? А в мультфильме «Бейзил с Бейкер Стрит», ну или «Бейзил великий сыщик», гостем, который все же перешел на сторону зла, был ящерка Билл. Ушлый парень, как оказалось, но отсылочка засчитана. Он здесь был очень к месту. Нет, ну серьезно, это же он, да? В еще одном не особо известном мультфильме «Черный котел» есть отсылочка к фее Тинкербелл из Питера Пена. Вот посмотрите на этих летающих прелестниц. Чем опять же не отсылка? А вот и король из мультфильма про Золушку, каким-то образом попавший в мультфильм про Русалочку. Не иначе, как с дружеским визитом в гости заезжал уважаемый человек. В мультфильме «Братец медвежонок» на секундочку можно заметить промлекнувшего рыбку клоуна Немо. Вот же, его же, наверное, опять отец обыскался. Впрочем, о трехмерных мультах и отсылочках в них поговорим как-нибудь в следующий раз. Запаситесь терпением. Ну а на этом на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте этому видео лайки, рассказывайте о нем своим друзьям, пишите всякие бреды у меня в Инстаграме, заходите на трансляции в Пелископе, подписывайтесь на Твиттер и вообще, угадайте, про что будет в следующий выпуск отсылочек. Ну а с вами был Оптимистер, всех люблю, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok